Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В регионе 10 исправительных учреждений. В общей сложности в них содержится 7 тысяч осужденных. Под контингенты меры воспитания. О социализации и не только говорим с Андрианом Фроловым, заместителем начальника УФСИН России Паризанской области. Давайте начнем с того, как сейчас работает управление, чем оно занимается в данный момент, основные задачи. Основные задачи это, конечно, ресоциализация осужденных, то есть подготовка к освобождению, чтобы осужденные, которые отбыли наказание, вышли на свободу людьми. В полном понимании слова. То есть в течение отбытия наказания с осужденными проводятся, им дается общее профессиональное образование, осужденные, которые до 30 лет, то есть они получают среднее образование, так как у нас в колониях созданы школы и УКП. Это учебно-консультационные пункты. Также у нас при всех подразделениях имеется производство технических училищ, где каждый, любой осужденный может получить ту или иную специальность. Но, как правило, специальности мы готовим как для свободы, то есть людей, которые требуются на свободе, так же и специальности, которые требуются на центрах трудовой адаптации. Вот из тех колоний, которые вы назвали, самый трудный контингент где? Самый трудный контингент – это, конечно, впервые осужденные люди. А в чем сложность? Казалось бы, рецидивисты там, наверное, сложнее, а здесь наоборот. Это связано с тем, что рецидивисты – это уже неоднократно судимые. Правила знают, вы хотите сказать. Они не то, что правила, они уже в более зрелом возрасте. А здесь у нас как большой процент, идет сейчас у нас очень большой процент молодежи. То есть это бунтари такие? Ну, не сказать, что бунтари. Это молодежь, которые связаны в основном с наркоманией, алкоголизмом и такие вот… То есть там четырьмя стенами ситуацию не исправишь. Нужны психологи, нужны социологи, как и везде, в общем-то, но здесь случай особый. Ну, да, у нас, как говорят, есть при всех колониях психологические службы, психологические, так называемые, лаборатории, которые первично, начиная с карантина, начинают работу с этими, углубленную работу с этими осужденными, где выявляется, кого ставить на профучет, кого ставить на, как говорят, обратительных, чтобы на них медики, ну и, соответственно, воспитательный аппарат. Поэтому здесь происходит прямо с самого начала, с карантина. На каждого осужденного заводится у нас паспорт, так называемый, и в течение всего отбытия наказания за ними психологи проводят работу. Часто ведь за решетку попадают люди, которые в жизни были не обустроены. То есть они не работали, они не знают, что такое честно зарабатывать деньги. Но почти, на всех, наверное, даже не почти территориях есть определенные производства. И то есть объяснить человеку, что это нужно, что это важно, что его средства пойдут либо ему, либо на погашение долгов, вот с этим есть какие-то особенности и трудности? Ну, здесь у нас трудности, может быть, связаны с тем, что мы не можем всем предоставить работу. В связи с тем, что ранее производство у нас было, как говорят, ну, порушили все связи, сейчас у нас идет, наоборот, становление. То есть мы открываем буквально недавно, в том месяце, в мае, у нас был открыт новый цех, швейный цех на 120 рабочих мест. Это в пятой колонии. Ну, это, конечно, большой нам плюс. И вот это развитие дальнейшее у нас идет, стараемся мы производить во всех подразделениях. А колонии в основном обеспечивают сами себя или это идет еще куда-то? В основном у нас идет самообеспеченность. Как по шиф одежды, форменной одежды, постельного белья для осужденных, так и для личного состава. Также у нас самообеспеченность идет и по животноводству, и по овощам, и по картофелю, и по другим видам сельхозпродукции. Ну, наверное, те, кто по ту сторону, у них есть такая особенность. Они всегда чем-то недовольны и все равно жалуются. У вас есть общественные комиссии, те, кто постоянно циркулирует из одной колонии в другую, смотрит. На что обычно жалуются? То есть понятно, что жалобы чаще не обоснованы, но тем не менее они есть. Ну, в основном у нас жалобы поступают это по медицинскому обеспечению и неправомерному применению взысканий к осужденным. Ну, здесь, помимо того, что прокуратура работает с нами, с нами еще работает эта общественная наблюдательная комиссия, с которой мы работаем очень тесно, и к нам она выезжает постоянно. Также с нами работает общественный совет. Общественная наблюдательная комиссия в этом году у нас была переизбрана. Председателем вновь и стал Бабарекин Виктор Федорович, что очень приятно, потому что человек, как говорит, адекватный, все понимает. Во-первых, он знает нюансы каждой колонии. Уже, да, он уже, потому что он переизбран второй раз, он знает все нюансы в наших колониях, все наши проблемы. Поэтому где-то он нас критикует, а где-то старается на общественных площадках нас, наоборот, поддержать. За это мы большое спасибо. Как именно вы готовите осужденных к свободе? Вы начинаете переписываться с родственниками, с какими-то социальными службами? Бывает ведь, что они из других городов, что они, в принципе, были без каких-либо документов? Школа освобождения у нас официально начинает за 6 месяцев. Но работа по этому вопросу у нас, можно сказать, начинает с момента прибытия этого осужденного. А за 6 месяцев у нас уже идет запрос по месту жительства данного осужденного, сообщается в органы местного самоправления и в органы полиции. То есть мы сообщаем, что данный осужденный будет освобождаться. И помимо этого привлекается у нас во время вот этой школы освобождения, у нас привлекается пенсионная служба к нам часто приезжает по заявкам. Приезжают социальные защиты, сотрудники социальной защиты, где они встречаются с осужденными и объясняют их права, обязанности и что, где, как они могут, куда обратиться после освобождения. Здесь осужденные идут с ними больше на контакт, потому что все-таки за время отбытия все время людей видеть в форуме, а тут гражданских людей, поэтому здесь они, как говорят, участвуют. То есть при желании без работы они не останутся? При желании, ну у нас обязанность, мы, как правило, выпускаем и с образованием, и со специальностью. Плюс у нас с... Вот, кстати, где они могут работать, получив специальность в местах не столь отдаленных? Они ведь могут, у них широкий профиль на самом деле, они могут применить свои силы во многих областях. Ну, здесь вот с управлением центра занятости у нас тоже заключен договор, и благодаря им мы получили во все наши подразделения терминалы, которые подключены к ним, и любой осужденный может подойти к этому терминалу, как говорит, набрать тот или иной город, где, куда он освобождается. В основном здесь у нас освобождаются Рязанские, набрать Рязань и посмотреть, где, какая специальность требуется. Поэтому изначально он по прибытии может выбрать то, куда он хочет, и получить у нашему профессиональному училищу ту или иную специальность, которую он хочет в дальнейшем воспользоваться. Социальные лифты, это онлайн общение с близкими. Что сейчас есть, что пользуется популярностью? Было такое, как говорит, программа, пилотная программа, это видеосвидание, то есть у нас стояли терминалы во всех подразделениях терминала, но у нас стоял в управлении. То есть могли любые приехать граждане, родственники к нам сюда в управление, сделать заявку и не выезжая в дальнюю колонию пообщаться по видеотерминалу. Ну, как-то это не прижилось, в основном сейчас это идет у нас судами. А здесь больше у осужденных, как говорит, лучше идет по программе, как вы сказали, социальные лифты. Это, то есть раздельное проживание осужденных. То есть осужденный по прибытии попадает в обычные условия. В зависимости от его поведения он может попасть или в строгие помещения, это закрываемое помещение, он будет закрыт, или в облегченные, где осужденные у нас содержатся по 4-6 человека. В каждом, как говорит, у нас помещении имеется телевизор, радиоточка, видеомагнитофон или видеоплеер и остальные атрибуты, которые у нас происходят в жизни. Очень приятно, что вы стали более открыты в общении с прессой. То есть мы имеем возможность где-то побывать, что-то посмотреть, пользовались, опять же, онлайн сообщениями, что-то снимали, что-то показывали. Если говорить о культурных мероприятиях, какие-то праздники, фестивали, какие-то конкурсы, что было за последнее время интересное? Ну, буквально, как вы сейчас сказали про онлайн, у нас в этом году к нам приезжал Анатолий Николаевич Карпов, который провел сеанс одновременной игры с 15, то есть 6 сотрудников и 9 осужденных на базе исправительной колонии номер 3, после чего под эгидой шахматной федерации на базе нашей Рязанской области, нашего управления, впервые был проведен шахматный турнир. То есть вначале был проведен турнир среди подразделений, победители были, приехали здесь, находились у нас на исправительной колонии номер 2, и финалисты играли в режиме онлайн, то есть прямая трансляция, которую до сих пор на федерации шахматной федерации, как говорит, она, можно ее просмотреть, я уж не помню, за март, как 21 марта, кажется. То есть она шла в прямом эфире, и любой родственник, то есть они сообщили родственникам, они могли видеть впрямую, вживую, как происходит игра в шахматах. По итогам Анатолий Николаевич, как говорит, вручил каждому осужденному, получил шахматные доски с его автографом. Ну, чтобы мы не думали о тех, кто приступил к закону, у них есть родственники, у них есть близкие, друзья, которые все равно переживают. Что бы вы сказали им? В первую очередь, когда я появляюсь в подразделениях осужденных, я им желаю быстрее освобождения, а родственникам, ну, пусть ждут и надеются, и мы, как говорит, приложим все силы для того, чтобы осужденные вышли нормальными людьми, и мы проводим Дни открытых дверей для осужденных, куда приглашаются родственники, поэтому, ну, я надеюсь, пусть ждут. Самая главная надежда. Это была программа подробностей. Удачи вам и до новой встречи в эфире. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Субтитры создавал DimaTorzok